Всем привет, с вами Суперстаз. И сегодня кто круче готовит? Вертикал или стример? Главное, не забывайте, что будет пробовать Иврева. Здесь жопа и здесь жопа. Бро, у тебя отчаянный гриб какой-то. Хоть покажи, что получилось. С 3 дня по носу, наверное, смерть. Я так, что шефа Иврева накормлю. Конечно, блин, это обидно. Правило шоу, кто лучше приготовит. Выбирается блюдо, которое приглашенные гости будут готовить. Гостям на 5 минут дается рецепт, чтобы они его запомнили. Дальше каждому выдаются одинаковые продукты и час времени на приготовление. По истечению часа приглашаются жюри, которые попробуют каждое блюдо, не зная где чье, и выберут наиболее вкусное. Но чтобы вы понимали, ради чего вы бьетесь, сегодня вас будет оценивать главный шеф-повар страны Иврев. Пестолочь, пестолочь, пестолочь рыжая. Наготовила. Иди отсюда, пестолочь. Все котлеты на смарку. Что ты творишь-то, а? Это что за блюдо-то? Химоза какая-то здесь валяется. Ты стоишь здесь. Вы так же у тебя работаете в ресторанах? Нет, шеф. А почему вы здесь так работаете, а? Поздравляю, вы обосрались. Какой у тебя опыт готовки? Что вот это типа топ-3 блюда, которые ты можешь приготовить? Я курочку вкусно готовлю. В своем соусе могу сделать. В своем соусе? Сегодня готовим вкуснейшую курицу в сметанном соусе. Но омлетик есть. Блины. Блины вкусно готовят. Ты блины умеешь готовить? Да, я умею готовить блины. А вот так вот делаешь? Да, я так раньше умел делать, но показывать здесь не буду. Да. Не знаю, салатик какой-нибудь, скажем. Салатик, да? Да. Вот это топчик, да? Значит, помидор, огурцы. Начинаю. Что ты, брат, я нормально так-то... Я видел, как ты у ксала готовишь, это просто... По гарниру курочки, конечно, породились с кольцем, просто удивительно. Что не так, скажи. Она сырая, бро. Ну-ка разрежь. На, попробуй. Это е**но Армагеддонно. Я когда пробовал, ты в крысу там посолил соперникам пиздец. Я, Павел, короче, там пацаны засунули этот в плетуз свою курицу, они отошли, я подошел, он включил на триста, бля. Ля ты, крыса, а! Не, брат, я, короче, не умею готовить. Все ролики, которые мы делали, везде Илюха готовил. Я просто хуйня страдал, типа яйцами не кидался. Вопрос только остановился. Ну, то есть ты вообще никогда ничего не готовил? Смотри, я умею делать яйца. Яйца? Блин, как будто все, понял. Ну, слушай, ну, слушай, как бы... А, кашу я делал. Них***а. Да-да, которую, по-моему, берешь грязь, на которую в пакетах тебе только выбросил и все. А, ну да, сейчас я тоже выгодовил. Да-да-да. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать поле унижения, которое я испытал. Ну что, давайте начнем битву, кто лучше готовит, и выберем блюдо. Су-е-фа. Су-е-фа. Какого-то делали. У нас книга «Рецепты за ними» тебе нужно выбрать число от одного до шестьдесяти семи цифриков. Шестьдеся. Да, блядь, у меня цифрами плохо. Какое выбираешь? Вот на билет ты можешь выбрать омлет в суфле или сорбет из помидоров. Прикольно, ну давай вот я сейчас выберу сейчас цифру. Шестьдесят три. А почему шестьдесят три? На самом деле просто, ну очевидно, что по лунному календарю Малахов плюс шестьдесят три, это число вообще с Левина. Спасибо большое. Из интерна в который? Да, да, Лабаров в который. Ну и мы сегодня готовим караги ролл из повара-бойца Сомы. Ты вообще, какое последнее аниме я смотрел? Магическая битва. Нифига. Ну я помню, ты прям плевался от аниме, а потом на втором канале как втащил, потому что все ждали. Пару моментов было. Пару хороших анимешек было. Атака Титанова теперь. Атака Титанова, оху... Клинок охуенно. Рассекающие там демоны. Да, да. Давайте так. Если ребята соберут лайки, я приготовлю кучу блюд из аниме и вы попробуйте. Что это такое? Да. Сколько надо? Три лайка? Двести тысяч. Ты чё охуел? Ну да, так-то прихуел. 199 тысяч. Давай хотя бы, да, да. 199 тысяч лайков, ребята пишут свои блюда и я вам приготовлю самое популярное. Бродо, у меня еще никогда ничего не готовил. Я буду первый. Но как ты к ним относишься? Нормально, но не смотрю. Не смотрю, да? Вносите продукты. Так, ну что, все просто. У вас есть книга, у вас есть рецепт. У вас 5 минут. Вам нужно запомнить, потом я у вас книгу заберу. Все. Разогреть коротко, можете растительным маслом брать блинчик из обеих сторон. Да, можно смотреть, да? Нет. Я говорю, что я не могу тебе запомнить. А ты отставляй для себя. Ты можешь отставить все ингредиенты и потом... А, вот так вот, да? Все, все, все. Отмечайте. Муку, мясо, молоко. А где кокосовое? А где молочко-то? А вот это молочко. Ё, густое какое, блядь. Очень вкусно. Так, с молока, вода, куркума. Вот так, вода. Так, это блинчики у нас. И соль. Чили печати за соусом. Берем и розмарином. А сколько соли? Все, соль просыпалась. Скандал, пошел нахуй. Так, перец чили смешать его с соусом. Берем и розмарином. Потом. Мелко належьте перец чили смешать его с соусом. О, перец чили. Главное, не забывайте, что будет пробовать Юлю. Пожалуйста. Все, пацаны, я готов. Все? Я тоже. Закрываю книгу. Если что, ребят, я вас беде не оставлю. Вы можете спрашивать советы. Всего лишь за 5000 рублей каждый. Бро, вот за это мы тебя и любим. Да, да. Ты что за красавчик? Ну, давайте, смотрите. Вы должны вспомнить же, да? Потому что вы смотрели, да? Сколько здесь его муки, да? Да. Ну, здесь его муки 100 грамм. И сколько это? Здесь сколько? Вспоминай, сколько грамм в ложке, возможно, бро. А сколько? А сколько в ложке грамм? Сколько в ложке грамм? Не знаю. Ну, 15, полон. Так. Так, что там? Теперь молочко, да, всыпай. Сколько молока? Да. 200 грамм. А может, воды сначала добавить или логично? Ну, решите. А сколько воды грамм? 100. Ебать. Что, у меня ложка? Ух ты, суки, брызгают. Так. Слушай, нормально у меня такая жижа получается. Угу. Не, у меня прям хорошо, брат. Хоть сейчас можно есть. Фу, а что оно такое, блядь? Я тоже не понимаю. Там какие-то сгустки, по-моему, куда камни выходят из почек. Ну, слушай. Главное, чтобы это пожарилось, бро. Я тоже так беру. Еще я забыл, я воды налил или нет? Ты лил воду, потому что больше было, бро. Так, а соль? Ну, так, наглаз, знаешь, чуть-чуть. Так, ну что, у меня готова эта субстанция, эта суспензия, короче. Сейчас ее нормально замешаем. Знаешь, какое меня погоняло было в школе? Рататуй. Тобой управляла крыса? Нет, я сам крысой был. Никак с готовкой не связанной. Я просто всех кентов сливал, понял? То есть, если так подумать, то кидаешь на твиче репорты. Не, не настолько я крыса, бро. Эти люди для них... У тебя хорошая консистенция, бро. Бро, я чувствую, я очень чувствую. А вот скажи, а если тебе понравится готовить, ты бы хотел своему другу Диларе готовить? Ну, когда оно в гости приходит, иногда. Бро, может мы с меня формат из? С кулинарных на стендапы, просто, знаешь? Я вот очень переживаю за первый раз. Я и за то, что не пожаришь плены. Я думаю, ты еще не был. Я хотел тебя как-то успокоить. Так, а где для блинчиков вот эти паловнички? Да, похуй. Да нихуя не похуй, нет, паловник. Что такое паловник? Бро, ты там что, смс-ку отправляешь? Брат, я что-то не выкупаю, как клавиатурой пользоваться? Он такой, ебать, стрим запустил на комфорт. По звукам, как будто наконец-то в ICQ зашел, слышал, я пароль вспомнил. Меня мама учила, что тесто должно подышать вот так вот. Готовишь на блинчике? Подышать на ИВЛ. Очень плохо. Очень плохо. Прикольно ты делаешь движуха, это что дает вообще? Оно обогащается кислородом, и это очень приятно, кстати, делать. Можно плюнуть еще будет туда. У меня мама так делала. Ну, слушай, мне кажется, она там уже передышала. У меня оно насытилось уже, прям голова закружилась. Он говорит, поставь меня, блядь, обратно на стол. На ИВЛ. Окей. Готов, брат? Ё-о-о! Твою мать, блядь, что он стреляет? Уф. Еще, 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 брат. Тоненький, ебать. А ты на сколько-то, на девятке жаришь, что ли? Не знаю, не понимаю. Все, жарь, 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 жарь. Почему он не ровный такой? Да пофиг. Главное, чтобы он зажарился, он не жарится. Хват, блин, я забыл, у нас же... Я забыл, что он на плите должен стоять, приколись, я его поднял. А он стоит, ждет. Я думаю, что это не жарится? Уф, хорошо у тебя жарится, хорошо жарится. Серьезно? Вообще, песня. Почему я не... Бро, у тебя чайный гриб какой-то. У меня все рвется, слышь. Но ты слишком то... Надо подбрасывать подбрасывать. Не надо. Не-не-не. Вопрос просто становится. Возможно, ты сделал слишком жидкое тесто, тебе придется добавлять еще муки. А-а-а. А у него, вот смотри, хорошее сарик... О, смотри, какое у него хорошее тесто. Так, а у меня оно поджарилось уже? Ну, а у тебя чисто... Ёп твою мать, да у меня... Ешень все хуяришь. Смотри. У меня рыхлое все, ты глянь, блядь, падла. Просто, знаешь, я смотрю на картинку. На картинку смотрю. На картинку. Нормально, сейчас посильнее. Давай покажи, а вообще, почему у нас зеленый? Почему так добавили много? Он больной был. Дай я попробую перевернуть. Не, рано, там то еще бледное вообще все. Да не, вопрос становится в том, что ты не перевернешь. Она у тебя не держит, мало муки. Не-не, она разваливается, надо переделывать. Не, жарить просто еще часика-два. Брат, я предупреждал, что еще плохо будет. Что мне с этой хуйня делать, выбрасывать? Подожди, ну сейчас она пожарится, но ты это не сделаешь, Ролл. Но почему-то она у тебя варится. Ну да, она может маслом надо. Мне кажется, мы масло, брат, там нас на е... Там масла столько не надо, у меня она как будто суп из яйца. Как будто ты варишь. У меня то же самое вообще. Мужики, я больше отвечаю, у меня в голове теперь есть восприятие вот идеального блина. Знаешь, есть типа идеальный типаж, там женщины, мужчины. Ну для тебя это там вот, чтобы кожа не рыхлая и моложе 13-ти. Да, это хуйня точно не буду. О, 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 ты тварь, блядь! Почти получила. Давай, давай, давай. Ну хоть покажи, что получил. Ой, иди к ты нахуй. Все, выбрасывай его. Ну надо переделывать тесто. Помочь тебе? Хотя ты мамонта уже, не, я сам брат. Уже понял? Я так что шеф Ивлева накормлю, что он завяжется и понял. Он просто... Блин, у тебя держится, держится, я даже покинул бы. Думаешь? Да, делай, брат. Слышишь, перенеси шеф июля где-то на 8 вечера, я не знаю. Сейчас я один блин сварю, потом перекурить поедем в баню. Сварю, блин. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Делай прям, делай, делай, делай. Мне кажется горячая, слишком сковорода. Делай, делай, делай. Заливай прям, заливай. Больше лей. Хорош, хорош. И жарь. Что, руками взбал? Делай блинчику массаж, чтобы прожарился. Вот это прям то, что надо. Смотри, брат, надо двигаться как и в жизни, не по шаблонам, а интуитивно. Я понял, что вот эта масса, как она должна выглядеть, потому что я просто у него посмотрел. В общем, у вас уже прошло 25 минут, а мы еще не увидели. У меня есть, кстати, у меня готовый. Слушай, брат, через два часа мы тост готовим с маслом. Попробуй, попробуй, как тебе? Полная хуйня. Мне жалко Константина и Константин. Блин, это ужасно. Я хочу попробовать. У меня повкуснее тесто. Слушай, вот это полная хуйня. Не-не-не. Ахуйня. Серьезно? Ахуйня. Пацаны, у вас на курицу осталось всего 20 минут. Скажу так, что вам нужно нарезать курицу небольшими кусочками, сделать маринад, обмакнуть в крахмале и жарить во фритюре. Так, а маринад какие ингредиенты, Стас? 5 столовых ложек чего-то. Одна-вторая перца чили. Я думаю, надо натереть. Натереть? Натерочкой, натерочкой. 5 столовых ложек, да? Как его натереть? Это что за хуйня? Давай попробуй, да? О, пошел, пошел, пошел. Так оно все это, парыш, ебут тебя съел здесь. Слушай, у меня такая болевотня. Он спросил вкусное, я собрал. Сказал нет. Брось, что ты делаешь? Все сдропаем сразу, потом уберем. Время нет, сейчас Ивлев приехал бы. Ну, кстати, у тебя неплохая, да? Посмотри, у Янчика получилось. Сейчас будет ролл вкусный. Я тебе говорю, у него хуф, заливать. А ты понял, что нужно будет прям замесить хорошо? Да, да, конечно. Так, ну что, время идет, осталось 13 минут. Я думаю, что вы на финишной. У вас идет подготовка к жарке. Ну, как минимум у Янчика. У тебя просто подготовка. Сегодня кого-то отжарит, дамы и господа. Ребят, напишите в комментариях, кого вы хотели видеть на баттле, кто лучше готовит. Следующая пара, я точно знаю, что это Дилара против Тендерли, но вы напишите. Например, старый из клик-лак. И молодой из, откуда? Из хозяев. Допустим. Бро, ванну надо делать, ванну. В смысле? Это во фритюре, во фритюре. Тут у меня нет фритюра. Фритюра это называется… Типа вот так прям много? Да. О, пошел, пошел. Пошел, пошел. Блин, я уже попробовал. Я уже у Янчика точно попробовал. У Бустера я два раза подумал бы. Не, будет-будет у меня. Хорош. Пошло дело, брат, слышь, я прям почувствовал этот вайк кулинарный. Это хорошая курица получается. Его такая пожаристая. О, 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 о! Масло, масло. Нет, слушай, у сала получше выглядит. Брат, у меня курица, я с курицей рос. Ну я не про маму сейчас в смысле. У нас соседство было. Хозяйство, хозяйство. У меня такой жанки-джанки фуд получается очень. Ты уверен, готова курица? Не знаю, а как понять. Попробуй. Серьезно? Достаньте, вилочкой. Посмотрите, подснимите его. как будто с вами разговаривали ешь меня костя это серьезно это очень да все можешь вынимать от от масла на салфетку чтобы масло ушло и попробовал вкусно нет ну повар шапор должен попробовать дает да и там вкусно и у тебя у тебя мне кажется не пережаренный просто да не смотри у него больше кусочку тем меньше а по вкусу вас и соус бля курица бро получилось просто ебить для мужика звучит как очень приятный комплимент у вас еще соус но у него много масла в основном когда ты с фритюры вынимаешься должен поставить пока массово не пускайте сюда константина пожалуйста салфетки завернул не пускай дизлако садили дал сразу наброситься сняли в димах царя обрели бы ловили не ну вот вы вот это выглядит еще нормально смотрите вот это в принципе окей но вот это это прям какая-то посмотри как у слова слова ты сам это приготовил бруя за давай заворачивай у них и дайте пульсу у него жопу и рвется рвется тварь все все вот все готово ой 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 он реально это прям пробовать будет да ахрене не успокойся мы просто типа закажем сейчас просто из теремка закажу всем привет дамы и господа сегодня шеф ивлев оценит наши роллы старания наши скрученные так сказать пшеничные булочки привет бандиты сегодня наши шеф-повара да ладно этот один раз яйца это делать блинчики а в чем прикол никогда не готовили они один раз увидели рецепт и все еще можно уехать и и мы оцениваем по трем критериям внешний вид запах и вкус и вот вы можете посмотреть как он должен был выглядеть очевидно курку мыши набахали ли сок петрушки что больше нравится давай скажу так что в первую очередь две глобальные ошибки нет связующего звена поэтому блины или что-то такое лопнули а что значит связующие звено связующие звено в кулинарии есть определенные продукты без которых ничего не получится они являются белок большей степени связывает белок они могут вообще яиц не было у них и шло рисовая мука кокосовое молоко куркума значит они плохо вымешали либо перри пересохло у них мы всегда можем вовремя дать заднюю да это первое ну ладно начну так с точки зрения внешнего вида ну конечно более менее симпатично потому здесь корешки а есть соответственно вершки видишь более такая встречка здесь здесь жопа и здесь жопа то есть корешки и здесь корешки то есть ставите балл вот этому человечку ну за внешний вид наверное да хотя конечно нашу то можно было бы конечно в отдел кадров отправить потому что смотри тарелки как у него блин чмошный вот вообще дырявый внимание к деталям стремление к идеалу а вы уже все не пиздите а то улетите вы уже свое сказали приговорим мы ну ладно еще надо раскрывать запах запах ну значит специи могли добавить утро пора вставать кого-то тянет еще поспать но блевота в тарелке конечно не очень хочется так как бы но что ж по делу придется о кстати вот здесь вот до 5 ароматика намного больше уже да то есть там что первых ароматика идет от овощей тарас во вторых здесь еще знаешь чем очень интересная история кто-то очень много масла в сковородку бахнул только мало видно да кто больше вот этот больше но на самом деле вот этот жарил прямо в масле серьезно прям парτού понюхай вот это понюхай а теперь вот это понюхай да кстати да вот и вот это вот удивительность и говорит что она ужарил во фрикюре и варила значит он тогда ему повезло в том плане что он не сильно масло знать разогрелась бы он разогрел сильнее масло у него бы во-первых еще и пропиталась и сдохла бы там все нахрен. Ну вот видишь, да, то есть по запаху, по ароматике, опять же, да, здесь менее ярко, а здесь вот пахнет прям холестерином, блять, я с 3 дня по носу и мгновенной смертью. Ощущение такое. Так, ну главный, наверное, балл это за вкус. Можете сначала просто отдельно курочку? Не, подожди, брат, дай-ка я сначала все раскрою и посмотрю, я люблю. Или не надо раскрывать? Раскрывать можно, то есть здесь можно. Чтобы я шефу Ивлеву что-то раскрывать запретил, я что самоубийца, блять, что ли? Я тебе открою тайну, никому не говори. Я тебе так же буду разговаривать. Там авторский соус был. От себя тинки добавил. Вот школьника стоит, посмотрите просто на них. Интересно, мы все-таки потратили, сколько, 3 часа на это? Нахуй, не знаю. Дай-ка купили бы и все. Здесь, значит, на стругале все очень мелко, но при этом во фритюре все пережарили. Вот я же сказал. При этом заглушены специи, а здесь специи, наоборот, очень сильно раскрыты. То есть чувствуется пикантность, чили, север-соус. Но хочу сразу сказать о том, что, конечно, блин, это пи***ц. Мне этот блин позорит. На вкус еще не вкуснее. А, как раз и молоко чувствуется. О, вот это попадание. Он вообще просто шляпка верил. Не соленый, не перченый блин. Но курица настолько мощна в специях. Забирай, да? Что она даже спасает блин. Она спасает блин. А может, он не хотел, блин, не делать нейтрально, но в курочку. Ну да, не хотел, не смог, может быть, два часа стояли. Она как бы такая... Ну, честно, вкусная. Спасибо. Да. Я же не говорю, что плохо. Сейчас ее попробуем. Кентика. Тюбика. Ну, здесь знаешь, что. Блин хороший. Да. Но курочка. Но курочка слаба. Вот смотри, интересно, два. Получается, что по теме презентации аромантики и всего остального выигрывает один. А вот по вкусу, да, то есть... Это может быть. Да. Выигрывает тот, который на все остальное, соответственно, забил. Но! Главное в кулинарии это что? Трифануть? Нет, не вы***ваться. Миша, не вы***ваться. Я тебе честно говорю. Давай. Вот что главное в кулинарии. А делать, соответственно, вкусно. Давайте сделаем так. Для того, чтобы быть более честным, хочу сказать о том, что если первые два пункта убрать и закрытыми глазами подойти и попробовать одно и второе, то вот это блюдо намного вкуснее. И оно правильное, выверенное по специям. И в большей степени здесь вытянул блин. Здесь же ох***ная курочка. Но блин, кокосовое молоко и вот это все остальное, оно просто нахрен все это убило. И у тебя нет ощущения того, что ты ешь. Вот это даю кубок Стэнли этому блюду. Выходи сюда. Выходи. Вот он. Янчик сегодня герой нашего дня. Но за курочку выходи тоже. Иди сюда. Куда ты встал, блин? Ну иди сюда. Постой здесь. Тебе будет поощрительный приз постоять с шефом. Сегодня Янчик отправляется в зал славы в битву сильнейших, когда мы выберем определенное большое количество людей среди блогеров, кто может готовить без рецепта и чувствовать душой. Спасибо, Константин, потому что вы сделали, как говорится, как вот эта курочка. Вы спасаете наш выпуск. Так что спасибо. Спасибо. Все, ребят, от себя могу сказать. Молодцы. Приглашаю победителя на аский шеф постоять немножко там. А проиграл, что он нам когда позвал. Скажи спасибо, что ушел спокойно. Ребят, спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Напишите Наруто, если вы именно смотрели до этого момента и напишите, кого позвать еще.